Музыка 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 Это самая дорогая Малибу. Роскошь от Chevrolet, а двигатель только 2 литра. Раньше самые дорогие Малибу были Super Sport или просто SS. Огромные атмосферные V8 объемом 7,2, даже были 7,5 литров. И это считали самыми дорогими Chevrolet. Сейчас никому не нужны такие прожорливые авто. Поэтому маркетинговый отдел больше продвигает люкс, чем скорость. Ждать и надеяться, что будет Малибу SS, как раньше, нам не надо. Потому что будет только Premier. Все Малибу вне зависимости от комплектации выглядят хорошо. Что и LT-версия и Premier. Это моя третья Малибу, которую я тестирую, поэтому придраться к виду не могу. Когда Premier вышел в продажу в Узбекистане, он стоил 35 тысяч долларов. И за эту цену я ожидаю максимальную комплектацию. И все технологии на свете, которые может Chevrolet мне предложить. В комплектации Premier за такую цену должен быть полный парк ассист. Это когда машина сама паркуется автоматически. Беспроводная зарядка на телефон. Внутренний Wi-Fi. 9-ступенчатая коробка передач. Lane Assist. Система слепого оповещения. И нормальная кожа премиум класса. Но конечно же, у нас за наши доллары, которые очень дорогие сейчас, этого нету ничего. И как обычно, взяли много, дали мало. Спасибо, что хоть что-то дали. Что у нас есть? 10 подушек безопасности. Аудиосистема BOSS. HD задняя камера. Адаптивный круиз-контроль. Пластиковое дерево. Интересный монитор. И очень удобно им пользоваться. И приятный на вид. Но система, которая будет полезна всем, это Teen Driver. В переводе подростковый водитель. Машина запоминает, как новый водитель ведет себя. Нарушает ли он скоростной режим. Ездит ли он агрессивно. Всю эту информацию можно закрыть паролем. И самому контролировать. Чтобы ваш любимый ребенок ее не удалил тихоря. Но если погодные условия не очень хорошие, то система может давать ошибки. Меня в салоне огорчает кожа. Она везде ужасная. А внизу сиденья вообще сделали материал. Я в шоке. Я в жизни такого не видел. Ни на одном автомобиле. Как можно поставить такие ужасные сиденья и назвать машину Premier? Вот смотрите. Кусок кожи. Дальше идет просто тряпочный материал. Когда перестанут нас так унижать за наши деньги? У нас даже самый дорогой Tahoe. Комплектация Premier. Тоже не имел всех опций, которые они предлагали в Америке. Тахо, который я снимал, привезли отдельно. А не сам GM Узбекистан. Единственный приятный и мелочный сюрприз, который меня удивил, это место для зонтика. Ну и в принципе все. Двухлитровый турбо. Это доработанный опельский мотор, который стоял в Opel Insignia в 2008 году. Выдает он 250 л.с. и 350 крутящего момента. Это гнетонов. С 9-ступенчатой коробкой передач он разгоняется за 6,3 до 100. Но у нас 6-ступенчатая, поэтому по разгону примерно 6,9, можно сказать 7. У нас хорошая двухскрольная турбина. Турбина, которая очень хорошо разгоняется до 100 км. Ну а после 120 динамика начинает пропадать чуть-чуть. Ей нужен минимум 98 бензин. И каждые 5 тысяч километров нужно обязательно менять масло. Почему каждые 5 тысяч? Двухскрольная турбина раскручивается где-то 100 тысяч оборотов в минуту. И смазывается она только через моторное масло. Поэтому на любом трубовом двигателе нужно менять масло каждые 5 тысяч километров. И заливать очень хорошее и дорогое масло. Обязательно каждое ТО нужно следить за охлаждением. Когда этот двигатель стоял в Opel, у него были такие проблемы, как растяжение ГРМ-цепи. После 50 тысяч километров, это кошмар. 50 тысяч она уже начинала растягиваться. Течка масла, причем в разных местах масло вытекало. Даже были случаи, когда поршни разрушались. Но сейчас Джейм утверждает, что проблем таких нет. И двигатель надежный. Но я советую каждое ТО все равно все проверять. Полный газ. Ох! Здесь подводит коробка. Она очень сильно подводит. Узбекистане только 6-ступенчатые продают. И чувствуется прям как рывок. Она очень сильно остается в передачах. Для такого двигателя это не та коробка. Да, она надежная. Но переключение, она, конечно, не успевает. Она не успевает за двигателем. И это очень плохо. Каждый раз, когда производители выпускают 250 л.с. на переднем приводе, это может выйти или очень весело и прекрасно, или очень ужасно. Потому что машина, она и справляется с управлением передней колеса, и с торможением, и еще плюс, они должны выдержать 250 л.с. И это всегда печально выходит. Вообще вот в истории производителей авто, например, до этого импала 8-цилиндровая была, СС. Она не могла справиться с такой мощью. Там было примерно 300 л.с. В8 впереди стоял. И передний привод. Она не слазь, когда вот прямо надо было. Как какой-то поворот, все, машину заносило, и толку не было от руля. Здесь все сбалансировано. Они молодцы, они очень хорошо постарались. Здесь прямо вот чувствуется баланс. И гидравлика руля, она очень легкая. Она намного лучше, чем на 2.5 и на 1.5 турбо. Вот здесь просто приятно ехать. Когда просто я вот так сижу, мне здесь все устраивает. Кроме кожи. Кожа здесь такая же ужасная, как и на 2.5. Такая же кошмарная. Здесь, в принципе, они ничего не поменяли с этой кожей. Но могли же добавить. Хорошую кожу сделать. Как Натаха, например. Натаха прекрасная кожа. Тот же самый концерн. Почему нет? Это же премьер. Ну вот это единственное, что огорчает меня в этом автомобиле. Самое интересное, что турбину надо менять тогда, когда заканчивается у вас гарантия на двигатель. Это примерно через 3 года или 100 тысяч километров. Вот я по трассе еду. Мне приятно. Чисто вот я отдыхаю здесь за рулем. Очень удобная позиция. Все приятно. Я еду 60 километров в час. У меня шикарные обзоры в зеркалах. И везде. И вот я не нервничаю. Вот это вот. Сейчас вас выйти. Проедет. Даже на резине Бриджстон машина очень мягкая. А если сюда поставить хороший Пирелли, так это вообще будет шикарно все. Мне очень понравился тот факт, что она и управляется, и дорогу держит, и она и мягкая. Но переключение... Вообще тормозит. Вот еще я нажимаю. Это вот секунда была... Ну, полторы секунды было минимум, как она с третьей на четвертую скинулась. Минимум. Турбина она сразу подбирает. И с любой скоростью она начинает гнать воздух в двигатель. Не надо мотор раскручивать, не надо ждать. Это все моментально происходит, и мне это нравится. Редко, когда в таком сегменте турбина не спит. Не так давно в новостях сказали, что подняли на 20% стоимость автомобиля. Ну, все, что я могу сказать про новости, так это... Но не верю я тому, что говорят! В новостях нам откровенно все... Все, не надо, не надо петь эту песню! Американцы очень редко делают хорошие турбинрованные машины. Но здесь они молодцы, они постарались, и докопаться до нее очень тяжело. На что люди жалуются в Узбекистане на модель премьер? Первое, это клиренс. Мне нравится, что она слишком низкая, особенно перед. Второе, конечно, это бензин. Ниже 95-го заливать нельзя, а по моим рекомендациям вообще нужно заливать только 98-й. Это два самых больших минуса этого автомобиля, как масса утверждает. Я люблю быстрые машины. Я не люблю быстро ездить, но я люблю, когда вот... Я понимаю, что я сейчас нажму на газ, и все, машина полетела в облака просто. Задняя камера, конечно же, шикарная. Обзор еще лучше, чем был на 1.5. Ну, вообще, меня здесь все устраивает. Просто все шикарно. Единственное, что меня напрягает в этом автомобиле, так это его мотор. И радует, и напрягает. Такая дилемма у меня получается. Да, я люблю и обожаю эти 250 лошадиных сил. Но, все-таки, я вот думаю, да, когда турбина, она, все-таки, надо будет ее менять через 100 тысяч километров. И это будет дорого. Это будет 2-3 штуки баксов минимум. Потом, ну, бензин, да, опять поставил. Надо следить за охлаждением. Вот это меня напрягает в этом автомобиле. Потому что, если я беру машину, я ее беру только на минимум на 200 тысяч километров. Что она будет у меня и не будет мне парить мозг. Но я понимаю, что это единственная проблема, которая меня напрягает. Для меня оптимальный выбор из всех Малибу, которые у нас сейчас есть, это 2.5, которые сейчас не делают. Я бы взял поддержанную 2.5 на базаре и ездил бы спокойно вторую Малибу и вообще бы не парился. Потому что мотор уже проверенный, коробка тоже под него подходит идеально. И там никаких проблем нету. И она спокойно ездит на 92-м, на 91-м бензине. А 92-го бензин у нас в Ташкенте, он везде. В областях, не знаю, честно, есть места, где, конечно, напряженка с ним. Но в Ташкенте с этим бензином проблем нет. Но, конечно, вот эта турбина, вот этот газ, вот этот разгон, он просто меня манит. Нереально манит. Это постоянно получать, вы будете, огромное удовольствие от этого автомобиля. Постоянно. Ну вот, честно, приятно мне, что они вот так сделали эту турбину, вот так они этот мотор собрали. Что его не надо считать, что он не ленивый, он резвый. И она с низов подбирает. Это вообще кайф. Некоторые говорят, надо чипануть там, туда, не надо. Вы еще быстрее убьете турбину, и это будет лишней проблемой. Это убьете быстрее тормоза, это коробка не выдержит. Зачем это нужно? 250 сил это больше, чем достаточно. Тем более у нас в Ташкенте. Вы в год три раза нажмете в тапку, и все. И ради этого чиповать я вообще никому не советую какой-либо чининг с этим автомобилем делать. Ну, если чисто вот вы морально готовы на ветер выкинуть, две-три штуки, пожалуйста. Тогда, пожалуйста, кайфуйте делать. А так, нет. На сайте Hyundai Узбекистане самая дешевая Sonata, прям в минимальной комплектации, она дешевле, чем в Малибу. И не знаю я вот, какая она на управлении, надо нам посмотреть, взять ее на тест-драйв. Но все-таки, если вы на Sonata, конечно, у вас машина более респектабельна, чем на Малибу-Премьер. Это в Узбекистане, потому что у всех Малибу-Премьер и не у всех Sonata. Но, опять же, вы будете ездить в самой минимальной комплектации. Там тряпочные сидения, намного слабее мотор, чем здесь. Но зато с Hyundai Sonata, новая вот с этими километровыми фарами, это вот уже интересно становится. Уже GM не может искусственно так в люксовом рынке держать рынок, как держал раньше, потому что уже пришла Hyundai. Camry, конечно, далеко по цене, к премьеру. Хоть какой комплектации, потому что все-таки Camry, она сама по себе стала дорогой машиной. Она уже пытается выйти в какой-то люкс-сегмент. Ну, Nissan Maxima, она все-таки уже идет как люксовый автомобиль. Они сами цену завысили космическую. Altima только может быть. Но Altima все равно, она не настолько шустрее, не настолько комфортнее, приятнее, как этот автомобиль. Все-таки, Премьер, это кайфовая машина, и на ней приятно ездить. Вот разговор, она очень мягкая, она приятная, здесь приятно сидеть и просто кататься. Спасибо большое за просмотр, подписывайте на канал, ставьте лайк, пишите комменты. Не забываем про холодильники добра. Значит, все точки в городе, где находятся холодильники добра, у меня внизу в описании. Что это такое, кто не знает, покупайте продукты, приезжайте на эту точку, открываете холодильник, ставите, закрываете. Нуждающие приходят, забирают, и это очень хорошо. Это благотворительность без посредников, без аферизма. И делайте добрые дела. Когда делаете добрые дела, это очень хорошо. Еще раз спасибо, до свидания. Жду команды. Радио. Назовите частоту станции АМ или ФМ, либо ее название. ФМ. Хорошо, идет настройка на 100.5 ФМ. Смотрите, шел оттуда с нами. Он тут же как бы решил подачу поставить машину. Что он не платит тысячу. Нет. Что-то он не уезжает. Мали был против Ламбаргини Урус, когда Ламбаргини Урус не знает, что мы против него. Прекинь, так до дома его просто снимать. Начали, за ним едем, и все.